Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Привет! Ты слышала, что сейчас в моду снова входят леггинсы? Да, но знаешь, мне их не очень комфортно носить. И потом я слышала, что они вредны для здоровья. Странно, а мне удобно. Да и как леггинсы могут навредить? Ну вот в интернете пишут, что леггинсы могут привести к варикозу. Но не все слишком узкие, поэтому лучше выбирать не утягивающие, а более просторные модели. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа Тайны китайских докторов. Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис, Анна, только что в сюжете был разговор об утягивающих колготках. А как вы считаете, какие колготки можно выбирать? Расскажите, пожалуйста. Я думаю, не стоит выбирать тугие колготки. В сюжете тоже говорилось, если сильно утягивать ноги, то можно заболеть варикозом. Но с таким заболеванием в красивых коротких платьях уже не походишь. Ну, мне кажется, наоборот, если девушки одевают утягивающие колготки, то это смотрится красивее, фигура тоньше кажется. А то, что говорится, что это может вызвать варикоз, это данные с интернета, и возможно, это неправда. А может ли из таких колготок возможно возникать варикоз? Давайте послушаем доктор Го. Здравствуйте. Меня зовут Го Вейгуань. Только что телеведущие обсуждали то, что леггинсы могут привести к варикозу. И это действительно так. Однако это не значит, что девушки теперь не могут надевать красивые колготки или брючки, которые обтягивают стройные ноги. Просто всё должно быть в меру. Слишком часто носить такую одежду действительно не рекомендуется. Но к варикозу приводит не только неправильная одежда. Риску также подвержены продавцы, педагоги, все те, кто долго стоит на ногах. Только что доктор порекомендовал девушкам носить не слишком тугие колготки, чтобы избежать возникновения варикоза. Всё-таки я до сих пор не понимаю, почему нельзя носить тугие колготки. И если были ноги здоровые, как может появиться варикоз? Ой, я не знаю, чем это можно объяснить. Давайте послушаем доктор Го. Какие причины могут вызвать варикоз? Варикоз или варикозное расширение вен – это флебологическое нарушение, которое приводит к структурным и функциональным изменениям вен. Варикозное расширение вен может появляться по всему телу, затрагивая даже внутренние органы. Но чаще всего от варикоза страдают нижние конечности. Именно варикозное расширение вен на ногах является самым распространённым венозным заболеванием. Заболевание развивается постепенно, приводя ко всё более и более серьёзным нарушениям венозного кровотока и кровяного давления в нижних конечностях. Для успешного лечения варикоза необходимо обращаться к флебологу при первых подозрительных симптомах расширения вен и повреждения их стенок. Важно помнить, что варикозная болезнь вен нижних конечностей на первом этапе развития протекает практически бессимптомно. Денис, теперь всё понятно? А раньше это видел пациентов, болеющих варикозом? Нет, никогда не видел, хотя у моей подруги одной видно очень сильно кровеносные сосуды. Давайте сегодня проведём проверку. Давайте сначала ответим на несколько вопросов, чтобы узнать, у нас есть ли варикоз. Посмотрим на экран. Несколько вопросов. Возможно ли, что у вас варикоз? Дальше. Шесть вопросов. Ладно, вы можете прочитать. Есть ли кровеносные сосуды голубого цвета на ногах? Чувствуется ли распирающая боль в ногах? Имеется ли чувство тяжести в ногах, ноющая боль в икрах? И после того, как долго постоите, появляется ли отёк ног? Возникает ли изменение цвета кожи, шелушение? Чувствуется ли усталость при ходьбе? Всего шесть вопросов. Давайте сначала я вам скажу мои ответы. А второй вариант и шестой вариант ко мне относятся. Потому что, когда я похожу на капруках, я всегда чувствую боль и усталость при ходьбе. А мне подходит второй и четвёртый. Иногда мне приходит целый день провести на ногах, и к вечеру я ощущаю, как будто ноги немного отекли. Может быть, это тоже из-за варикоза. Ну, смотря на эти симптомы, у меня ничего этого нет. Видимо, я здоров. А это правда или нет? Давайте послушаем доктор Го. Именно как узнать, как определить, у нас есть и варикоз? Итак, давайте посмотрим на самые часто задаваемые вопросы. Например, первый вопрос. Вены на ногах заметно выделяются. Относится ли это к варикозу? Это очень популярный вопрос. Но для того, чтобы корректно ответить на него, нужно знать дополнительные симптомы. Отёк и боль в ногах – это варикоз? На самом деле, у нас много заболеваний, которые сопровождаются болями. Например, межпозвоночная грыжа или повреждение нерва. Но при варикозе как раз и формируются тромбы, которые приводят к отёкам и болям. Давайте посмотрим третий пункт. У многих пациентов, болеющих варикозом, имеется чувство тяжести. Это вызвано ишемией артерии. В результате этого появляется ощущение тяжести и слабости в ногах. Давайте дальше посмотрим. После долгого нахождения в стоячем положении была обнаружена опухоль лодыжки. Да, к сожалению, это и есть самый настоящий симптом варикоза. Дальше посмотрим на пятый вопрос. При возникновении осложнений варикоза появляется ли пигментация? Когда проявляется коричневый оттенок кожи, это означает, что развивается флебид первого класса. Это относится к симптомам позднего периода варикоза. Давайте посмотрим последний вопрос. При долгой ходьбе появляется усталость? Да, такое часто бывает. При возникновении грыжи, атеросклероза и шимических заболеваний нижних конечностей пациенты чувствуют усталость в ногах. Мы уже ознакомились с причинами, вызывающими варикозом. А какие люди предраспорожены к такому заболеванию? А как девушки, например, мы из Ланы, мы часто ходим на каблуках, поэтому это легко возникает варикоз или как? Да, я согласна с тобой. Например, сейчас мы ведем передачу и мы сидим, нагрузка на ноги у нас относительно небольшая. А если бы мы стояли все время, и мы с тобой тем более на каблуках, мне кажется, вероятность возникновения варикоза была бы гораздо выше. У меня, кстати, некоторые подруги после беременности заболели варикозом. Это означает, что беременность вызывает варикоз. А какие грубые люди должны уделять больше внимания на профилактику? Давайте послушаем доктор Го. Есть ряд факторов, способствующих расширению вен и развитию варикозной болезни. Во-первых, это наследственность. Врожденная слабость стенок вен – основная причина их расширения. Человек, ближайшие родственники которого страдают от варикоза нижних конечностей, имеет гораздо больше шансов столкнуться с заболеванием, чем человек из семьи, где ее нет. Второй фактор – избыток веса. Тучные люди и люди с явным ожирением гораздо чаще сталкиваются с варикозом вен. Далее – это беременность. Сдавливание забрюшенных вен маткой приводит к временной варикозной болезни нижних конечностей у большого числа беременных женщин. Четвертый фактор – образ жизни, питание, профессиональная область. Сидячий или стоячий образ жизни является причиной варикоза из-за повышенного давления в венах ног. Парикмахеры, продавцы, консультанты в магазинах, работники на производстве – эти и многие другие специалисты – входят в группу риска заболевания и обращаются за лечением варикозного расширения вен чаще остальных. Также негативное влияние оказывает ношение тесной одежды. Теснота препятствует свободному кровотоку и таким образом способствует развитию венозных нарушений, включающих и травмирование сосудистой стенки и варикозную болезнь нижних конечностей. Также риск развития варикоза на ногах значительно увеличивается с возрастом. Пожилые люди входят в группу риска заболевания. И еще одна причина – это гормональные нарушения. Пациентам, принимающим гормональные препараты, стоит быть особенно внимательным к симптомам варикоза. Дорогие телезрители, если вы относитесь к группе людей повышенного риска возникновения варикоза, то вам следует обратить внимание на профилактику. Зоя, а какими методами осуществляется профилактика варикоза? Да, мне тоже очень интересно узнать, какие методы используются. Хотя я не болею этим, но мне будет интересно рассказать своим друзьям. Да, это очень хороший вопрос. Давайте узнаем у доктора Го. Профилактика варикозной болезни вен подразумевает ограничение и контроль статических нагрузок на организм, выполнение элементарных физических упражнений при вынужденном нахождении в положении стоя или сидя. Поощряется увлечение видами спорта, способствующими сохранению венозного здоровья. Например, предотвращение варикоза эффективно плавание. Еще очень эффективно выполнять обычные упражнения. Я покажу их, но важно выполнять их ежедневно. Итак, первое упражнение – сгибание стоп. Это движение может способствовать растяжению мышц, в результате чего ускоряется кровоток. А второе движение – стоять на цыпочках. Нужно вот так поднимать пятку и повторять несколько раз. Эти упражнения – отличная профилактика варикоза. Денис Лана, давайте дальше посмотрим. Это очень простые способы. Мы даже дома самостоятельно можем выполнять их. Давайте вместе повторим эти движения. Давай, что делать? Поднимаем пятку, да? Вот так. Тактируем. Повторяем несколько раз. Не отрывая от пола, да? Ну да, вот мы уже так долго засиделись, и после этого упражнения чувствуется намного что легче. А еще я слышала о компрессионных чулках, продаются в интернете такие. Они действительно эффективные? Да, я тоже видела такие чулки, но я не знаю, что они имеют лучший эффект. Давайте послушаем доктор Го, чтобы он подробно рассказал нам об этом. Поддержание стенок сосудов в тонусе искусственным путем – необходимая мера при первых симптомах, перечисленных выше патологии. По этой причине, как только возникают сосудистые сеточки или звездочки, тянущие боли, усталость и другие признаки, рекомендуется обратиться к флебологу и получить назначение на покупку чулочно-носочного изделия. Компрессионное белье при варикозе используется с целью облегчения общего состояния пораженных конечностей. Оно представлено чулочно-носочными изделиями разных видов, что позволяет подобрать модель для женщин-мужчин с учетом физиологических особенностей тела. Такое белье оказывает давление на пораженные участки неравномерно. Это способствует поддержанию стенок сосудов в тонусе, нормализации кровообращения по направлению снизу вверх. Однако результат можно заметить только если был правильно подобран размер белья. То есть все зависит от степени. Если все серьезно, то нужно надевать более тугие чулки. Да, я согласна. А еще компрессионные чулки, они делятся по длине. Вот как выбрать длину? Покороче или подлиннее? По поводу компрессионных чулок существует множество сомнений. У меня тоже есть и вопрос. Раньше я в интернете видела такие колхотки для похудения. Но я не знаю, что это правда, это действительно так. И у меня тоже возник вопрос. Как долго в течение дня можно носить компрессионные чулки? Это очень профессиональный вопрос, Денис. Давайте послушаем доктор Го. У меня в руках имеются три вида. Леггинсы первого класса очень мягкие, имеют маленькую степень эластичности и давления. Они подходят для тех, кто часто стоит и имеет первую степень заболевания. Это леггинсы второго класса. Они встречаются намного чаще. Этот тип подходит для тех, у кого имеется заметное расширение вен. А это леггинсы третьего класса. Они подходят для тех, у кого имеется хроматоз или опухоль на ногах. Кроме того, длина леггинс также важна. Она должна быть до бедра. Только что телеведущие задали вопрос, помогут ли такие компрессионные леггинсы похудеть. Нет, на самом деле это ошибка. Они нужны только тем, кто болеет варикозом. Итак, только что доктор Го рассказал нам о методах профилактики варикоза. А какими же, интересно, способами традиционной китайской медицины можно предотвратить варикоз? Помните, раньше в предыдущих выпусках мы постоянно говорили о диагностике и лечении на основе анализа болезни пациента и его общего состояния. То есть для разных групп пациентов есть разные виды лечения, да? Да, Лана, я согласна с тобой. Раньше из нашей телепредитации мы уже узнали много знаний о традиционной китайской медицине. И надеюсь, что наши телезрители тоже смогли узнать больше знаний о традиционной китайской медицине благодаря нашей телепредитации. А дальше доктор расскажет нам о типах варикоза. Варикозное расширение вен мы обычно разделяем на три этапа. В китайской медицине принято сначала изучать пациента, его энергию и только потом ставить диагноз. Ведь очень важно определить тип варикоза, прежде чем его лечить. Мы клинически дифференцируем каждого пациента. Обязательно осматриваем язык, руки, поражённый участок тела. И только потом назначаем индивидуальное лечение. А кроме китайских трав, какими ещё комплексными методами можно вылечить варикоз? Лана, Вы знаете, что раньше я слышала о методе кровописпускания. То есть выпустить состоявшуюся кровь в винах. Но я не знаю, что такой способ применяется в клиниках. Мне кажется, когда варикоз очень тяжёлой степени, нужно делать операцию, наверное. Давайте дальше посмотрим в кабинете доктора Го. Какими методами традиционной китайской медицины осуществляется лечение варикоза? Как я уже говорил, в традиционной китайской медицине варикоз подразделяется на три вида. Это зависит от задержки циркуляции жизненных сил, застоя крови и влажной жире. Осуществляется диагностика и лечение на основе анализа болезни и общего состояния пациента. Имеется множество способов лечения варикоза, например, склеротерапия. Это безоперационный способ борьбы с варикозом, при котором врач при помощи тонкой иглы вводит в поражённую вену специальное вещество — склерозант. Такое вещество склеивает вену изнутри, в результате чего она растворяется, а кровоток начинает идти через здоровые вены. Количество сеансов по введению склерозанта может варьироваться в зависимости от тяжести поражения. Ещё один эффективный способ — это лазерная терапия. Излучение, которое генерирует лазер, спаивает поражённую вену изнутри, закрывая тем самым её просвет и отрезая путь движению крови, которая начинает идти по более глубоким венам. Со временем из склеенного сосуда образуется соединительная ткань, которая впоследствии рассасывается. Кроме того, мы используем лекарства и травы, которые тоже очень эффективны. Хорошо, давайте дальше посмотрим в ВКонтакте, какие вопросы есть у пациентов, желающих приехать к нам на лечение. Посмотрим на экран. Первый вопрос. Здравствуйте. Если не лечить варикоз, какие могут быть последствия? Доктор отвечает. Здравствуйте. Плохой приток венозной крови может приводить к застою крови, пигментации, изменению цвета кожи, зуду, даже появлению язв. Поэтому, если длительное время не лечить, возможно, потребуется даже ампутация. Давайте дальше посмотрим на второй вопрос. Итак, второй вопрос. Здравствуйте. При варикозе можно ли вести подвижный образ жизни? Доктор нам отвечает. При варикозе можно упражняться в медицинских эластичных колготках. Рекомендуются прогулки, плавания, тайзи-чюань и так далее. Ежедневно в течение 30 минут оптимальные физические нагрузки могут способствовать ослаблению симптомов варикоза. Наша сегодняшняя телепередача подходит к завершению. Поблагодарим доктор Го за то, что сегодня он очень подробно рассказал нам о варикозе. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы там. Мы будем очень рады ответить всем. До свидания. До свидания. До новых встреч. Тайны китайских докторов